Всем привет! С вами Крым, глазами местных. Привет, дорогие друзья, с планеты Апук! Весна, время расцвета, степи, мы видим все вокруг зеленое, местами уже цветет все желтеньким. Но, конечно, наша основная точка маршрута – это цветение тюльпанов, которое будет немного дальше. А пока вот такая погода у нас сегодня, не очень солнечно. Мы не ожидали, раздетые все приехали, хорошо хоть кофту взяла. Вместо розового озера, кстати, я сегодня в розовом. Сегодня не сезон розового озера. Ехали мы сюда из Ялты по Тавриде. Дорога была солнечная, прекрасная. Как только Тавриды свернули, кладется, ложится, как правильно говорить? Укладывается новое полотно. Укладывается новый асфальт, да, там километров, не знаю, 10-20 уже сделано. Дальше сняли асфальт, производятся работы. Дальше немножечко плохая дорога, до нее тоже дойдут. Ну и потом съезжаем на грунтовку. И по грунтовке едем к КПП. На КПП, если у вас нет пропуска, то вы платите 200 рублей. Это вот можете на машине проехать к озеру. Здесь есть автомобильный маршрут. Ну и также есть экскурсия. Экскурсия 400 рублей, независимо от того, есть у вас пропуск или его нет. Но мы на экскурсии уже были. Кто не видел наш прошлый ролик, он будет по ссылке в описании. И сейчас будет в подсказке сверху. Мы его снимали два года назад. В солнечную погоду, почувствуйте разницу. Да, сравнивайте. Но я думаю, что при такой погоде тюльпаны будут еще ярче и выразительней. Да. Надеюсь, остались еще тюльпаны, потому что нам, ребята, сказали, дня на два их осталось. Так что вы уже, наверное, точно сюда не успеете. Но вы еще успеете в Никитский ботанический сад. Они там еще цветут. Такое буйство красок, насыщенная зелень. И такой аромат уже стоит, знаете, горьковатый такой. Очень вкусно пахнет. Прям хочется вдыхать, вдыхать. Посильнее, побольше. С левой стороны у нас Каяшское озеро. Сейчас не совсем розовое, потому что затянуто все. Ну, оно будет розовее, когда чуть попозже. Селяшка невозможно проехать мимо любых цветочков. Хоть там будут лопухи. Тут целая степь. Соточку погнали, давай! А пух вдохновляют! Первая наша остановка. Рассказывай, Вера. А что рассказывать? Идем дышать у озера. Качели там вот поставили. Не так давно, в принципе, наверное, в прошлом сезоне, да? А мы были в позапрошлом последний раз. А мы были в позапрошлом. Ой, как же красиво! И у меня просто глаз радуется, что все такое зеленое. Основная часть туристов приезжает летом, когда уже степь такая становится выгоревшая, да? Потрескавшаяся земля. Тут еще моментами, смотри, да? Прикольно выглядит такая пустыня. Но озеро тогда становится насыщенным, розовым. А в августе оно становится вообще просто белым солевым слоем таким. Сейчас вы можете наблюдать фотки. И так, полноводненькое озеро. Посмотри, какой мыс красивый, да? Да, такой мини-мыс. Так, конечно же, когда озеро чуть-чуть выпарится, пройти будет легче. Ну и сейчас возможно. Красотень! Заповедный Крым. Розовое озеро. Кстати, вот здесь видно, какое оно розовое. Смотри. Итак, проверка на прочность. Хе-хей! Тебе качнуть? Нет, не надо. Это для фото, а не для катаний. Для катаний тоже. Так побулькивает озерцок на заднем плане. Ой, как хорошо. И сегодня не особо сильный ветер. Знаете, эти места все-таки степные, да? И обычно здесь хорошо так задувает. Может быть, потому что пока еще всего лишь 10 утра. И может, еще потом будет ветер посерьезнее. Покачались, вымазали штанину. Капец. Идем назад. Да и ладно. Но качелям не зарастет народная тропа. Друзья, красота под ногами. Посмотрите, какие солнце. Прям под ногами шикарные цветы. Солнышка на небе сегодня нет, но их заменят вот эти красавчики. Поднялся на холм. Здесь еще немножечко пройти. Машину, понятно, оставить надо на дороге. И вон виднеется еще одни качельки с видом на Каяшское озеро. А снизу там все усеяно тюльпанами. А вот и тюльпанчики. Первые, красные. Да, красные, вот желтые есть. Красавчики. Вот такая здесь появилась красота, которой не было два года назад. Качелька. Ее прямо здесь не хватало, если честно. Видишь качелью, беги скорее на нее. А здесь? Ой, она мокрая. Хорошо, что я не села. Скользкая лавочка, кстати говоря. На арену выходит... На арену выходит... Вяч! Вау! Что-то криво начал. Так, все, погнали. Проверяем на прочность, друзья. У-ху! Ой, не к добру. Ой, класс, ты шо! Вообще, зачетно. У-ху-ху! У-ху-ху! У-оу! У-ху-ху! Вяч, пожалуйста, дай я хоть пробегу. У-ху-ху-ху! Хорош! Блин, это будет фиаско, братан, если ты улетишь сейчас. Не должен. 80 килограмм всего лишь. Ну, может быть, 84. 84. Игорь Негода. Игорь Негода. Так они были вроде и тогда маленькие. Нет, мне кажется, они покрупнее были. И сейчас, смотри, в основном вот красные, да, и немного желтых. А вспомни, в тот раз мы гуляли, там были и белые с сиреневыми прожилочками, какие-то розоватые. Ой, ну все равно очень красиво. Какая живопись. Которые доставляются. Ой, доставляются через, сейчас такой путь доставки цветов. Да, и цены формируются очень высокие. Но у нас, кстати, в Крыму есть тоже как-то плантация тюльпанов называется. Правильно. В общем, выращивают у нас тоже. Издалека увидела такой красивой расцветки тюльпан. Подхожу ближе, смотрю, а здесь окошко. Кто-то в нем живет. Давайте заглянем. Да, конечно, здесь нет такого разнообразия, как в Никитском ботаническом саду. Ну, это как бы и понятно, да, что там гибриды разные, там уже наука постаралась. А здесь чисто природная красота. Те тюльпаны, которые очень-очень много столетий здесь растут. Такие красавцы разного цвета, разной формы встречаются. Тюльпаны Шренко называются, да, это их описал ученый. Здесь их много, но мне кажется, с каждым годом разное количество, да. Тем более, что люди все-таки рвут, выдергивают с луковицами. Раньше вообще приезжали, машинами загружали луковицы и уезжали. Пока здесь не поставили КППшку, да, пока заповедный Крым не закрыл дорогу. Как возмущались тут люди некоторые. Ой-ой-ой, закрыли. Ну, мусора вообще не осталось здесь. То есть, чистые заповедные места. И, конечно, тюльпаны будут, наверное, с каждым годом потихонечку восстанавливать свою, так сказать, популяцию в этом мире. Вот и солнышко вышло. Давайте пройдемся вот так, чтобы вы просто видели, сколько здесь тюльпанов. Ну, как тебе? Это просто супер. Ну, достаточно много здесь их. Ну, и посмотрите, солнышко выходит, и озеро начинает розоветь. Вообще забавно бродить вот так по степи, выискивая то тот тюльпанчик, то этот тюльпанчик. Они, знаете, все немножко разные. Где-то какой-то получше. Где-то раскрытые лепесточки, где-то еще закрытые, где-то более округлые. И такой смотришь, знаете, как ягодки в лесу собираешь. Одну срываешь, вторую видишь. Там, типа, третья виднеется, четвертая мелькает. Вот так и с тюльпанами. Юля, да хорош уже, пойдем отсюда. Что ты у меня кверху жопкая, а ты меня снимаешь? Что ты вернись, снимай. Ну, так ты это, заработай. Мы же тут 40 минут топчемся. Поехали дальше. Уже вон, блин, очередь уже из машин. Хорошо. Дай еще клещи половить чуть-чуть. Да, солнце все-таки вышло. И осветило все озеро. Вот, смотрите, уже сколько машин выстроилось. А мы сюда чуть ли не первые заехали. Рано утром. Вот, друзья, целое паломничество. И вон машины вдалеке припаркованы. Спускаемся к пляжу. И да, просто так по заповеднику гулять нельзя. Здесь специально отведенные тропы есть. Мы залезли не туда, но отделались предупреждением. О, Валера, привет. Ты нас ждал, я знаю. Твоего друга я уже сняла с себя. Одного, второго. Вот такие тут клещи. Вот палец. В общем, друзья, ужас. Юля говорит, больше на тюльпаны не поеду. Сняли с себя 9 или 10 клещей. Причем смотришь вот так, вроде всех снял. А потом бац, опять на джинсах. Ужас. Это мы вот в тюльпанах там лазили. Так что имейте в виду. Обсмотреться обязательно. Сейчас еще на пляж зайдем. Там посмотрим. Ну а, да, идем на пляж. Это, наверное, самый лучший, самый клевый пляж в Крыму. Черное море. Мусора много, да. Смотрите, пластика. Не знаю, откуда он. Дюны, дюны. Здесь работала техника. А, специально сделали перегородку, чтобы там по дюнам никто не лазил. Заповедная зона. Вот сюда выходим на пляж и по пляжу уже гуляем. Потрясающее место. Не перестаю им восхищаться. Посмотрите, какой песочек здесь. Мелкая-мелкая ракушечка. Уже такая, знаете, обкатанная ракушка. Очень клево. Слегка ветер есть. А помните, мы вот ходили на... Вон те скалы. Скалы корабли. На катере здесь с мужичком гоняли. Тогда еще дрон запускали. И нам еле-еле хватило заряда немножечко поднять его там. Я такой был расстроен, что неполный был заряд батареи. Батарея всего одна была. Дрон старенький. Ну, несколько уникальных кадров сохранилось. Ну, здесь, конечно, потрясающе просто чистейшая вода. И очень часто можно наблюдать дельфина. Возьмите там. Возьмите там. Очень много вот таких здесь крылатых муравьишек. Прямо вот если присмотреться, каждые 10 сантиметров они ползают. Надеюсь, не кусучие. У-у-у-у, вода холодная, ё-моё. Ну вот, ещё одно чудовище. Заползло за кроссовок. Так что тут глаз да глаз нужен. Помимо клещей здесь ещё есть змеи и, конечно, пауки. Могут уже проснуться. Паук-каракурт, да, ядовитый. Так что вообще я не рекомендую в этом месте ставить палатку, да, в диких местах этого края. Много вот таких вот паразитов. А по водичке, по водичке. Давай, давай, давай. Хи-хи. А-а-а, холодненькая. А-а-а. Всё-таки этот песок, ну, ракушка липнет к ногам. Трудно очищать. Ну, 12 клещей снять, это, конечно, жесть. Держитесь, клещей здесь миллион. Возьмите пшикалку какую-нибудь отпугивающую. Я что-то думала, что она у нас в бокажничке есть, в бардачке, а её, оказывается, нет. Ещё одного в кроссовке отцепила, Юля. Да. Очень не хотел уходить, ему очень понравился мой кроссовок. Он ждал мою ногу. Друзья, посмотрите, какое паломничество. Да, и все сидят. На полянках. Думаю, сегодня Валера очень рада. Ага. Да, вершись. Валера счастлива сегодня. Столько еды к ним пришло. Да уж. Уже не хочется, друзья, если честно, тут лазить. Не хочется даже окно в машине открывать, потому что я столько себя сняла. Ещё неизвестно, может, где-то вылезет он к вечеру. Это какой-то кошмар. В детстве как-то я так не боялась. Ой, сидят прям на траве. Не могу, жесть какая. В детстве как-то, ну, прицепился к клещу, прицепился. Выковырили его, и ладно. А сейчас прям брезгую. Называется уже теперь Бережон, а Бог Бережон. По всем канонам, по идее, так и надо делать. Да, носки сверху. Давай, с Богом. Боже мой, посмотрите, сколько здесь жёлтого тюльпана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Героический поступок Юли. Она очень боится клещей, но ради... Они не омерзительны. Ради интересных снимков она сейчас пойдёт и будет потом проверяться. Друзья, встретились здесь неведомо растенницы. Так, приседать нельзя. Приседать нельзя. Не знаю, как она называется, но такая маленькая-маленькая, посмотрите. Очень красиво. Очень синяя, такой насыщенный синий цвет. Вот и змеи показались под ногами. Быстро ушуршала в норку. Потрясающе. И остался нам ещё каракуртный, дай Боже. Это просто вот... Но паук уже был у меня в кроссовке. Не дай Бог. Я его с клещом спутала. Ладно, змея, она убежит. Это если гадюка, ничего страшного. Но, блин, каракурт, это вообще дичь-дичь. Да не, они, наверное, спят ещё. Да, будем надеяться. Конечно, спят. Блин, сколько здесь цветений. Здесь просто невероятное количество тюльпанов. Их море. Причём где-то такими... Прям много-много, кучно так вот. Эта сторона вообще просто зашквар. В хорошем смысле. Их там очень много. А вот наконец-то встретился белый тюльпан. Музыка. 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 Друзья, смотрите, здесь какая потрясающая. Музыка. Друзья, смотрите, здесь какая потрясающая композиция. Здесь тебе и белый тюльпан, и желтый, и красный, и какие-то еще другие цветы. Находка для фотографа. Друзья, нашлись еще такие сиреневатые, да? Давно не встречала. Красавцы просто. Всего три штуки на большом поле. Просто шикарные. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Юля говорит, вот теперь я узнаю о пуг. Но нам мало тюльпанов диких. Сейчас поедем охотиться на дикие пионы в районе Белой скалы. Так что... Это классика жанра. Все цветет, надо успевать за одну поездку набрать побольше. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, утром приехали, было две машины. Посмотрите, что творится сейчас. Полный аншлаг. Классная дорога. Моментами. Алтын-Тишик. Вон, видишь, грот. Алтын-Тишик? Алтын-Тишик. Или второй Алтын-Тишик, не помню. Но вот мы выходили вот в тот вот, который вот там, с деревцем. Вот этот вот мы посещали грот. Потрясающие места. Приехали в Белогорск на Белую скалу. Как эта балка называется еще раз? Это Красная балка называется. Красная балка, сюда забываю. Красная балка. И здесь уже просматриваются дикие пионы. Целыми полянками растут. Вот мы когда-то сюда приезжали, снимали видео тоже на закате их. Я еще здесь на спортивном дроне облетал скалу. Так прикольно получилось. Кто хочет посмотреть, сейчас будет в подсказке сверху. И по ссылке в описании, конечно же, тоже оставлю. Фух. Ну а также, кто хочет поддержать наш канал, оформите платную подписку ВКонтакте. Сумма там смешная на месяц. Но у нас уже там большое портфолио эксклюзивных роликов. Ну и также проводим там розыгрыши. Да, что-то они уже отцветают. В этом сезоне все очень... Нет, ну почему отцветают? Смотри, там еще новые кубышечки, он не раскрытый. Просто поочередно. Сейчас Юляшка покажет это все дело поближе. Итак, друзья, это пион узколистный, да, как видите по названию. Понятно почему. Его листочки вот такие вот мелко-мелко-мелко рассеченные. Ну и сам цветок такой яркий, красный. Это если брать именно этот вид пиона. Вот он выглядит именно так. Вот что-то бж-бж. Ой, упал. А есть еще пион другой совсем. По-моему лесной называется, если не ошибаюсь, он сидит розовыми цветами, более крупный. И листик там совсем другой. Такой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Снизу их еще больше пионов, просто все облеплено, видите, все в красных точках. Вот в таких вот. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, вы посмотрели на весенний дикий цветущий Крым. Да, пока весна, надо снимать все, что цветет, потому что сейчас очень все быстро меняется, очень жарко и очень многое раскрывается и быстро отцветает. Надо успеть. Уж потерпите, кто не любит цветы, я не знаю, может быть у нас есть такие на канале, что вы одни цветочки снимаете. Но уж такая пора, простите. Есть я. Ходишь и снимаешь цветы, не надо. Ну а что делать? Ну а что делать? Кстати, позади нас, посмотрите, какая огромнейшая поляна, она вся усеяна дикими пионами. Мы такое видим первый раз. Мы когда здесь были, там находили небольшие такие полянки. Нет, просто дело в том, что мы уже вечером приехали, тогда не было времени искать, вот что было перед закатом, надо было успеть. Поэтому так. Ну вообще красная балка, да, она такая. Тут вот все усеяно, как будто, знаете, раскидали красный бисер какой-то. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Кому понравился, обязательно поделитесь со своими друзьями. Влепите нам палец вверх или вниз, кому как хочется. Ну а с вами были Крым Глазами Местных. Из цветущего Крыма тюльпаны и, конечно же, дикие... Что, Вячеслав? Я забыла. Пионы. До новых встреч, друзья, пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»